Всем доброе утро! Мы идем в садик. Сегодня погода холодная. Дождик прошелся и прям холодно стало. А я курточки уже убрала. Надо достать будет сегодня обратно куртки. Ладно, идем в садик. Всем добрый день! У нас день. Я еду в город по делам. Мне на птолбасу по делам. Поэтому вот так вот. Сегодня у нас, ребята, очень холодно. Такое ощущение, что у нас осень наступила. Ладно, всем хорошего дня! Дорогие друзья, съездила уже в город. Оксана ждет, когда я покажу, чтобы я ей отдала, что она будет делать. Да, Оксана? Зашла я, короче говоря, в магазин промтоварный и увидела там поделки одни делать. Оксана у нас с Мариной любит такое делать. И поэтому я взяла. Она стоит недорого. 26 рублей. Но ребенку радость. И это вот такая вот делать единорожку с гелевыми стразиками. И что получится, не знаю. Но давайте сейчас откроем, посмотрим. Оксана все равно будет сейчас ее сразу открывать и делать, да? Оксана очень любит единорогов. И поэтому я как увидела, думала, надо взять. Я ей обещала уже, что я как-то возьму. Вот такая вот картинка получается единорожек. И надо будет на нее клеить вот эти вот стразики. Они тут, конечно, оба прилипали. Вот такие вот стразики разными цветами на разные цвета надо будет клеить. Какой, конечно, результат получится, я даже не знаю. Но вот сейчас Оксана сделает и нам покажет. На, Оксаночка, иди делай. Вот такая вот ребенку радость небольшая. Я зашла в магазин, взяла две булки хлеба и молока. Ну и женские прокладки, конечно. И хлеб взяла дома, потому что хлеб закончился. Также заходила в магазин. Я вам показываю, что у меня бархатцы погибли. Я взяла два разных бархатца. Взяла еще один листовой салат. Редьку зимнюю взяла. И петрушку еще пакетик. Все семена. Пока, ребят, ничего не садила. Потому что у меня уже второй день. Я уже говорила, что у меня сначала была отрыжка горькая. В оконцовке меня стало рвать горечью, желчью, видимо. Вчера я лежала и сегодня. Я сегодня в садик утром сходила, пришла. И я не могу. Я даже ничего стараюсь не есть такого. Потому что, ну, состояние, конечно, знаете, не очень. Ну что, выпила мизин. Выпила активированный уголь. Надеюсь, будет лучше. Погода у нас пока холодная. На улице стоит. Пишите-ка я вас в погоде. Ладно, всем хорошего дня. У нас вечер. Я одела, ребят, вот эти вот кеды, которые мне прислали. Спасибо, они такие легкие. Первый раз сегодня одела. А то у меня в тех ногах, в тех кроссовках ноги потеют. Муж у меня копает парник. Ну, сейчас он на кухне отдыхает. Мы с Оксаной куда идем? В садик. В садик. Да, за ребятишками идем. И на бабу, где зайти клей купить, да? Потому что сегодня вот который наборчик мы купили, там вот эти стразеньки плохо приклеиваются, да, Оксана? Оксана аж расстроилась. Она их приклеивает, а они через некоторое время отваливаются. Поэтому мы хотим купить клей на клей, да, посадить, чтобы красиво и надолго было. Что, идем? Иди, папе, скажи, что мы в садик пошли. Позвонила я подруге. Она сегодня уехала в Соликамск. Я ее просила, чтобы она заехала в светофор, посмотрела красную смородину, кусты. Мне подписчица написала, что там по 90 рублей красная смородина. Она заехала, Настя говорит, по 50 рублей даже. Она говорит, но только за наличный расчет. А у нее наличными только 100 рублей было. Я говорю, Женечка, ну возьми мне хотя бы немножечко. Она мне два кустика взяла, я, ребят, рада. Она приедет сегодня, я у нее спрашиваю, что можно от желудка принять. Говорю, опять желчью начала рвать. Она сказала, потерпи до вечера то, что я пью этот мизин, активированный уголь, он мне не помогает. Я, говорит, приеду, я тебе дам мемпрозол. Вот ты, говорит, выпьешь его. Так что вот так. Ладно, идем мы в садик. Оксана, дай покажу. Сейчас одуванчики начали вот такими быть. Детям нравится их так делать. Да, Оксана? Видите, Оксана, что делает. Что, все, пошли? А то время-то уже много, надо идти. Тайсон, скажи привет всем. Ладно, идем в садик. В то время уже много. Сегодня погода к вечеру прям хорошая, да, Оксана, стало солнышко стало. Ладно, шагаем мы в садик, по пути зайдем в магазин. Что там у тебя? А, это от носков, что ли? А, это носки, которые мы заказывали с лапками. Вот от носков Оксана. Сия на руку прилепила наклейку. Ладно? Идем там, ой, идем в садик, то есть. Мы пришли с садиком. Я еще пойду развешивать белье. А муж у меня копает парник. Перекапывает. И куры с ним там копошкаются в земле. Владик, там попадаются черви? Редко? Понятно. Так я и говорю, у тебя там курица с тобой копошкается, все съедает. А часть здесь ходят. Вон петухи наши красивые, цветастые. Может, кому-то еще нужны. Вот этот вот цветастый. А, и там в сарайку ушел, ушедем петух. Красивый туда вот убежал, в сарайку. Нам, мы бы их продали. И вон там муж прикапывает парник, а потом будет делать его. И нынче вот думаю, вот здесь вот сделать грядки еще. Тут вот на этой части еще сделаю грядки под редис, под укроп, да под всякое такое. Тут потому что близко можно шланг подключить и поливать больше. Или вот здесь вот этот вот участок сделаю. Там посмотрю, как получится. Дорогие друзья, я хочу передать привет Светлане с нашего города. Я надеюсь, она поймет меня. Она сегодня ко мне приезжала в гости. Огромное вам спасибо. Дай Бог вам крепкого здоровья за ваше доброе сердце и за ваше общение со мной. Очень приятно было общаться. И мы теперь с ней по телефону общаемся каждый раз. Очень хорошая женщина. Приятно было увидеться. Огромное-огромное спасибо. И дай Бог крепкого прикрепкого вам здоровья. Оксана, а там есть другая кофта. Надо другую кофту одеть. Пойдем я тебе другую, дам ты оденешь. А то ты, это школьная, это ее одела. Все время ношу. Нет, на школьной отдельно, а уличной отдельно. Штаны уже заляпала, она постирать будет. На ночь потом дашь, я их постираю. Хорошо? Видишь, курочки наши гуляют. Там у папы вон курочки копаются. Смотри. Как-то бы так показать. Там папа копает и курица копает. Видите, что она прям там в парнике лазит и копошкается. Папа копает и курица копает. Две лапы-то быстрее скопают. Оксана пошла встретить. У меня вот это вот ирга. Все-таки, мне кажется. Но черноплодка потому что кустом идет, а это как дерево. Это ирга. Значит. Так что вот так вот. И жду подругу. Вечером должна приехать, привезти кусты смородины. Она мне сегодня купила два кустика смородины. Я ее просила. А там петух что вытворяет над курицей. Ох, ох, ох. Заплясали, заплясали. Эх, прозябала. Не успела я ребят заснять, как они пляшут. Ой, какой красавец. Смотрите. Красавец. И вот там курочки все красавые. Ладно, пойду я дочери дам кофту и пойду белье развешивать. Дорогие друзья, еще хочу вот что. Кто у нас занимается в городе Арифлеймом? Напишите мне, пожалуйста, в личку. Мне надо кое-что у вас заказать ребенку. Если можете, жду вашего ответа. Все, ребят, развесила белье. Больше вам не показываю, как я его развешу. Вы уже все это выучили. Так что вот так вот. Может, что-то нету. Кто-то убежал, видимо. Наверное, курям. А не, вываливала траву. А у нас ты будешь нынче компостную другую яму делать? Компостную яму. Другую будешь делать? Она у нас сколько уже лет? Два года. Два года? А надо хотя бы года три-четыре? Два года хватит. Надо тогда одну какую-то выкапывать уже ее на огород. А другую это заполнять. Надо, говорю, какую-то одну выкапывать, другую заполнять. Мне вот эта курица рябая нравится. Вообще красивая. И у нее сзади, смотри, какой пушок. Она, скорее всего, наседка. А что, у нас курица села на гнездо? Прошу прощения, закашлялась. Не села, значит, пока на гнездо. Ладно, пошлите дальше, не надо заниматься. Дорогие друзья, время ночи. Мне привезли кусты смородины. Классно. Спасибо большое моей подруге. Она приехала и привезла ее. Позвонила, говорит, выбегай. Я выбежала. Классно. Теперь у меня два куста красной смородины. Я очень рада. Продолжение следует...